Всем привет! Сегодня четвертый день, завтра выходные, ну завтра-послезавтра. И знаете что? Решил еще поснимать напоследок перед выходными. Сейчас уже время ехать, что мы и сделаем. Фары и погнали. Ну это будет довольно таким простеньким видео, которое не потребует особо много времени для монтажа. Что конечно хорошо для меня, ну и вам плюс немного равнодородия дополнительно. Вот ямку все еще там не заделали, она уже почти непроезжаемая стала, ну то есть в нее лучше не лезть, мало ли. Так, прекрасной. Ну сейчас спешить некуда. После обеда, тем более здесь, в новом городе. Можно спокойно прокатиться. Думаю, до инкоста или, может быть, до завода силовых агрегатов. Посмотрим. Погода сегодня прям чудесная. Ну, впрочем, как и вчера. Температура плюс 20. И это в середине апреля. Конечно, потом температура понизится в ближайшее время, там плюс 10-15 будет. Будет. Но все равно неплохо. Пора, думаю, на выходных велик собрать. Тем более он у меня уже будет на Тони Таркин. Скорее всего, этим летом буду ездить уже прям на совсем большое расстояние. Кое-что даже поснимаю. В идеале, в идеале хотелось бы на 200 плюс километров съездить. Но это посмотрим. Дело-то серьезное. Потом видно будет. Песок он, блин, на газоне. К сожалению. Не совсем, правда, понятно, откуда он взялся. Но, видимо, это то, что насыпали зимой. Так он здесь и остался, да. Будем надеяться, что уберут. А то это вообще не дело. Новый город он строится. Я сейчас в последнее время не считал, но зимой здесь было целых 8 башенных кранов. А сейчас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 даже. Прямо по курсу. На небольшом пятачке. Но в перспективе этот район станет связующим звеном между Чебоксарами и Новочебоксарском. По крайней мере, так планируется. Пока это все еще разные города с разной администрацией. Хотя вот в 2008 году был референдум по объединению городов. И тогда большинство голосов было против за это. Вот кирпичи, кирпичите непонятное. Не знаю, зачем здесь валяющиеся. Да, можно окошко даже немного еще больше приоткрыть. Реально тепло. Вот правда есть сейчас минус такой. Вы его, конечно, не видите, не чувствуете. Пыль в воздухе. Прямо даже запах такой чувствую характерный. Но этот раз не особо много народу здесь. Погнали дальше. Хотя, стоп, погодите-ка. Время. Через 4 минуты возле диспетчерской можно было бы еще постоять немного. По-хорошему. Ну так, конечно, тоже здорово. Не спеша ехать спокойно. При хорошей погоде. При хорошей погоде. Тут при! Время. Есть. Неплохо бы еще полминутки постоять. Надеюсь, мне кажется, гидроусилитель стал больше и больше гудеть. Надеюсь, все-таки нет. Ну, вон, эти проверялищики веса, быловых автомобилей, сюда даже добрались. Иногда бывает, что прям не мешают проехать, особенно если кого-то остановят. Здесь все-таки поворот, крутые кривые, все такое, еще и вон изолятор. Ну что ж, попробуем проехать это место. Сто раз уже говорил, это самый неприятный участок на маршруте. Шестерки не видно, а то почему-то часто бывают такие совпадения. Не то чтобы совпадение, там минуты-две интервалы, но все-таки это слишком близко. Здесь, ну, на секунд 15 раньше времени, хотя это не страшно. Вот там тройка. Вот иногда у меня бывает, почему-то эта стрелка не срабатывает. Сейчас уже стараюсь на первой позиции, на первой ходовой проезжать, а не на маневровой. Хотя, казалось бы, это и не должно сильно влиять, но все-таки. Факт в том, что уже несколько раз у меня штанги накатаны здесь проезжали, что, конечно, неприятно. Вон еще, под деревьями, остатки снега еще не растаяли, но ничего. Вроде как тепло, лето в этом году, а размещая теплое в нашем регионе. Надеюсь, так и будет. И надеюсь, все-таки не слишком жарко. Так, через... Сколько там, не вижу, а... Через 8 минут должен быть на марштехникуме. Хотя 6 минут здесь достаточно. Ладно. Будем не ехать, но ползти. Что еще поделать-то? А то можно так. Что еще поделать? Ну как... Так. Дальше. Ну как... Что еще поделать? Здесь, конечно, по-другому. Все только расположены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАКА. надеюсь вам ветер не задувает он еще не убрали пыль песок собочины хотя в городе уже начали ну в смысле более в живых местах так, ну ладно, доедем до марш техникума таким макаром вон там, прямо по курсу сейчас микрорайон солнечный строится куда собираются направить 14 маршрут и вот не стану сейчас утверждать но есть шансы, что я там буду работать но еще раз говорю, я не говорю, что буду там работать просто есть вероятность, не более того но не знаю, что я там Бутылки из-под шампанского на дороге. Ветер как воет, хоть вроде и не задуваясь в кабину при этом. Бутылки из-под шампанского на дороге. Бутылки из-под шампанского на дороге. Такое ощущение, как будто сегодня выходной. Хотя это далеко не так. Среда ведь до среда. Вон 743, который раньше был в ДПО-1, работал по 20 маршруту. А сейчас он на южном, по 8 маршруте. А тот экипаж сейчас работает на 926 машине как раз. Так что можно сказать, что им даже повезло. Хоть машину и отняли свою. Зато теперь какая. Остановки вон моют. Так, у меня кажется, так хоть опаздывает, да? Угу. Вот тоже приходится иногда и так ездить. Хочешь, что ты того или нет. Ну, там целая толпа, как обычно, на обеде стоит. Ладно, минута пойдет. Вот сейчас наверняка какая-нибудь копейка поедет, да? Не вижу осипа. Не вижу осипа. Ну, пока не могу ответить потом на остановке. Так, ну ладно, в общем. думаю довольно скучно смотреть за всем этим делом такой неспешной ездой всем спасибо за просмотр и до встречи